МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телестудия Корчаганак, в студии Майя Мирова. Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. 28 июня отмечается День работников связи и информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жительница Аксай отметила 100-летний юбилей. В Казахстане появился новый праздник – Национальный день Домбры. Теперь об этих событиях подробнее. 28 июня – профессиональный праздник работников связи и информации. Именно благодаря средствам массовой информации ведется общественный диалог между народом и властью. В этот день Акима района Санжар-Алеев поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником. В День работников связи и информации, отмечаемой в последнюю неделю июня, Акима района Санжар-Алеев поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником. В нашем районе работают газеты «Будни Аксая», Бурлинские вести, панорама Карачаганака, радиостанция «Аксай», телеканалы «Акжаик» и «Карачаганак». Аким района поздравил работников всех СМИ района, а также пожелал им успеха в дальнейшей работе. Уважаемые работники связи информации, уважаемые журналисты, телеоператоры, я от всего сердца хочу вас поздравить с сегодняшним праздником, пожелать вам самое главное – здоровья, профессиональной карьеры, успехов в вашем нелегком труде. Ваша работа на сегодняшний день несет огромный вклад по разъяснению, доведению тех начинаний государственных органов, тех мероприятий, тех работ, которые проводятся не только государственными, но и другими организациями, дон населения, разъяснение всей политической и государственной работы – все лежит на ваших плечах. И если бы не вы на сегодняшний день, мы бы жили бы в информационном вакууме. Соответственно, ваша работа на сегодняшний день является основой разъяснительной, основой просветительной, основой всей культурной деятельности всего нашего казахстанского сообщества, всего казахстанского народа. Еще раз поздравляю вас с праздником, хотел бы поблагодарить за вашу такую хорошую работу, которая проводится в Бурлинском районе. Ранее этот праздник отмечался 10 мая, потому что в этот день начала выходить первая казахскоязычная газета «Туркестанские ведомости» до 1997 года. Но так как ее финансировало царское правительство, этот день, 10 мая, не вошло в историю казахстанской журналистики как профессиональный праздник. Тогда решили назначить журналистским праздником 28 июня, потому как в этот день был принят первый казахстанский закон о СМИ. Праздник получил название «День печати радио и телевидения» и отмечался до 2012 года, традиционно в последнее воскресенье июня. А согласно указу президента Республики Казахстан, его празднование было установлено 28 июня. К тому же праздник получил и новое название – День работников связи и информации. Аким района Санжиралиев пришел на данный пост совсем недавно, поэтому встреча была своего рода еще и знакомством с представителями средств массовой информации. Руководители СМИ не только поздравляли друг друга, но и выступили с предложениями. Всем здоровья, благополучия, процветания. И пожелать того, что, как Морозович сказал, что вы более открытые вы, только если когда вы к нам обращаетесь на связи, на встречу и по радио, и в телевидении, когда какая-то информация нужна, какая-то острая, чтобы отреагировать и дать ее в эфире, в том же радио, потому что в телевидении мы не можем дождаться, потому что надо ждать и неделю, и среднюю, и две недели. Поэтому только если вы будете открытых нам, то, соответственно, и нас тоже мы сейчас сможем быстро радиоделать. Сегодня это одна большая семья, мы на самом деле не дождимся тем, что у нас здесь у многих. Желаю всем творческого полета, сам Ману, чтобы вас не подойдет на здоровье, чтобы иметь терпение и была всегда длительность наших суждений. Сыдевок в Брахме, в Сыдевоком Промитете, в Шахт-Роцинс, хочу немножко какие-то идеи, чтобы привнести в нашу работу. Дело в том, что у нас, в принципе, как бы, получается 5 источников информации, если я сейчас наживаюсь в нашем районе, но мы испытываем сами несколько такой информационный голод. В таком плане? Дело в том, что семинары, тренинги для журналистов на нашем уровне не проводятся. Мы ищем по интернету, ездим по возможности, если так получается, по самому, по моему, куда приглашают к тебе, но зачастую нас не приглашают, потому что мы считаемся региональными СМИ, приглашают, в основном, госняков. И в этом плане хочу сказать, что законы меняются, мы зачем-то не успеваем. До нас информация поздно доходит, и чтобы вот таких казусов в нашей работе не было, хотелось бы, не знаю, здесь есть тоже представители НКО, городского акимента, районного акимента. Может быть, как бы совместными усилиями организуем здесь такую площадку. Есть же плата на ютуберноматик, да, которые здесь для бизнес-тренинга проводят, для малых и средних, слушать, я себя волнуюсь, это экзамен для малых и средних бизнеса. Но вот именно что касается журналист этой работы, и тренингов нет, хотелось бы, потому что правовая основа всегда должна у нас быть. У нас нет профессиональных юристов, ни в одном СМИ, насколько я знаю, которые именно по закону о СМИ очень хорошо работают. В этом плане, как бы, мы всегда должны подпитывать информацию. Мы сейчас, что делаем? Мы сейчас ищем информацию в интернете, а она зачастую, бывает, уже соответствующая. У нас очень много вопросов. И самое по поводу того, какие новости мы можем скачивать, то есть, как вы давать, на каких основаниях, то есть, реклама такая может проходить, нет. У нас нет правовой вот этой основы. По всем предложениям Санжар Жуматаевич высказал встречные предложения по поводу взаимного обмена информации. Далее всем представителям средств массовой информации были вручены благодарственные письма от руководителей отделов, молодежных организаций, неправительственных организаций. Все отметили журналистов своими добрыми пожеланиями и подарками. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Всех коллег Бурлинского района мы искренне поздравляем с профессиональным праздником. Всем желаем информационно богатых статей и сюжетов. Болгополучия в семейной жизни. Мира Султанова, Тимур Толебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». Прожить долгую жизнь, вырастить и поставить детей на ноги, воспитать не одно поколение внуков и правнуков – не это ли мечта многих людей? Но судьба не всем дарит такую возможность. Дарыш Сарсенбаева 1 июля 2018 года отметила свой 100-летний юбилей. Такую дату не могли пропустить и мы, и наведались в гости к Дарышаже. Первое, что мы заметили – это огромное количество гостей. Это были дети, снохи, внуки, правнуки, праправнуки. В общем, все близкие родственники. Даже до такого возраста Дарышаже даже и не предполагала, что отметить свое столетие. Дарыш Сарсенбаева родила 12 детей. Трое из них умерли. Девять детей и многочисленные внуки и правнуки. Вот ее богатство. Спасибо всем, что пришли. Не болейте. Здоровья, счастья. Но не буду желать дожить до моего возраста. Это очень легко. Я рада, что Всевышний предоставил мне долгую и счастливую жизнь за всех моих детей, которые дарят мне праздник каждый день. Дарыш Сарсенбаева родилась в Теректинском районе, совхозе Долины, третье отделение. Жизнь была сложной, порой несправедливой. Мать Дарыш умерла, когда ей было всего два года. Отца во времена сталинских репрессий отправили в ссылку. Оттуда он вернулся, когда Дарыш исполнилось 15 лет. Войну пережила. Как она сказала, зерно собирали, глину месили, сено толкали. И, как вам сказать, на корове сено возили. На себе, говорит. Вещей не было. В резиновых сапогах. Все она войну пережила. Она одна дочь у отца была. Отец ее умер в 87 лет. Он так и не женился. С мужем Кинжигиреем они после женитьбы переехали в село Богдановку. Мужа перевели в Березовский зерносовхоз агрономом. Всю жизнь супруг проработал агрономом и умер в 1981 году. Сама Дарыш Сарсенбаева, будучи неграмотной, проработала всю жизнь разнорабочие. Младшие из детей были еще совсем малы. Но она одна воспитала всех детей, вырастила, сыновей женела, дочерей выдала замуж. Кроме того, и двоих внуков воспитала сама. Вот сейчас у нее внуки, они сами уже дедушки, эти два внука. Мы благодарны, что у нас мама такая есть, никого не бросила, воспитала. Вот братишка дом построил большой, вот месяц назад, чтобы она переехала в этот дом. Мы рады, что она здесь живет. Счастья хотим ей пожелать, чтобы наша мамочка была рядом. Ну, что еще сказать. Дети и внуки ее любят, приходят. Я хочу сказать благодарность братчишке и особенностнохе Алие, которая все время всегда рядом с ней, день и ночь. Так она маму любит, за ней смотрит. Я очень благодарна ей. Один из старших сыновей приехал на юбилей из Теректинского района, села Подстепное, где проживает со своей семьей. Спасибо ей большое, что, хоть и работала она, и не забывала, а работала-то они работали по 10-12 часов в то время. Таких благ в то время не было, как сейчас, в нынешнее время. Нужно было воды принести из колодца, нужно было и скотину напоить, и успеть пособить на работу, и детей еще в школу проводить кого-то. Детсадов мы не видели и не слышали, если честно сказать. Но обижаться на что-то плохо, я вспомнить свое 60-летие даже вспомнить и сказать не могу. По сей день мы все ей благодарны. Дара Шадже проживает, как и положено у казахов, с младшим сыном и снохой. Я в этом доме снохае уже 22 года с бабушкой живу. Живем мы с ней дружно, любим друг друга. Ну, она сейчас у нас приболела, а так она у нас вообще такая активная бабушка, шустрая. Она может даже и стихи сочинять у нас, и вот даже на мой юбилей она мне песню сочинила. Ну, двое детей у меня вот, мы все вот живем во внуку, бабушке вот. Ну, живем дружно, вот дом построили. Мы решили здесь юбилей отметить. Самое главное, что мы дружно жили, всегда она мне помогала. Мы все на работе, как говорится. Она у нас дома по хозяйству и кушать приготовит. Сейчас, правда, она вот приболела и детей смотрела. Дара Шадже прижили поздравить также и представителей власти. Заместитель Акима города Аксай, секретарь районного Маслихата, председатель общества ветеранов Бурлинского района. Гости пожелали бабушке долголетия. Быть для молодого поколения советчиком, наставником. Вручили юбиляру подарки, благодарственное письмо, цветы. Мира Султанова, Тимур Тульбергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак. Национальный день Домбры отметили в Аксайе. Новый праздник учредили для дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и вразрождения национальной культуры и идентичности. Национальный день Домбры будут отмечать каждое первое воскресенье июля. Президент Казахстана подписал указ о национальном дне Домбры. Согласно данного указа, было проведено мероприятие по его реализации. Музыка Домбра – самый любимый и самый распространенный инструмент в музыкальной сфере казахов. Домбра не утратила своей актуальности и по сегодняшний день. В парке Жангирова прошел праздничный концерт, посвященный национальному дню Домбры. И звучали на концерте ни с чем не сравнимые звуки Домбры. Музыканты Бурлинского района продемонстрировали на Домбре свое исполнительское мастерство, а также исполнили музыкальные номера под аккомпанемент этого инструмента. Домбра – это наш национальный казахский инструмент. Этот народный инструмент известен еще с давних времен. Мы все любим его звучание. Мы прибыли из Бугачевского сельского округа, чтобы исполнить песню на мероприятии. Конструкция казахской Домбры немного отличалась раньше. Но в целом Домбра имеет округлую каплевидную форму с тонкой длинной шейкой. На Домбрах навязывались 7-9 ладов, что обеспечивало игру аккомпанемента или исполнение песенных мелодий, воспринимая посредством вибрации звуки струн, усиливает их и придает определенную окраску звучанию инструмента – тембр. Наш собеседник Мирас Бактыгулов рассказал, что с развитием композиторского, исполнительского искусства совершенствуется и сама Домбра. Если раньше на ней делали 6-9 ладов, то сейчас стали дополнительно делать 19. Всех казахстанцев, весь народ поздравляем с этим праздником. Казах – это Домбра, Домбра – это казах. Это два неразделимых понятия. Это наш праздник, он должен был быть. Поэтому мы рады. Ни одно музыкальное мероприятие не обходится без исполнения Домбры. И нет такого аналогичного инструмента, который на двух сторонах может исполнить любую композицию. Среди немногочисленных зрителей, пришедших на воскресный концерт, присутствовала депутат районного Маслихата. Я родилась и выросла в своем родном, любимом солнечном Казахстане. И звуки Домбры сопровождали меня всю мою жизнь. И сегодня я искренне рада тому, что состоялся этот праздник, День Домбры. Очень приятно видеть всех тех, кто выходит на сцену. И с помощью звуков Домбры передают настроение. Либо это добрые такие мелодичные песни, либо это такие воинственные песни. Это замечательный инструмент добра. Сегодня выступают все звезды, можно сказать, Аксая. И маленькие звездочки тоже. И очень прекрасно, очень превосходно, что есть этот праздник, что есть возможность показать нашим маленьким артистам свои таланты. Это замечательно. Я искренне рада. На праздник пришли также гости из соседних районов. Сегодня вот в Аксая замечательно отметили новый праздник. Я рада, что учредили такой День Домбры. Мы пришли на концерт. Здесь также выступает мой младший брат Ельшат. Он пошел по стопам своего деда и стал домбристом. Мы также поздравляем всех казахстанцев с праздником и желаем музыкантам достичь высокого художественного совершенства в исполнительском искусстве. Вера Султанова, Тимур Толебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». Это были все новости на сегодня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова